я приветствую вас друзья вы на канале веселый инженер меня зовут андрей тема сегодняшнего видео урока ноль станка ноль детали ноль инструмента что за нули для чего они нужны на станка с числовым программным управлением или чпу мы рассмотрим сегодня как в теории так и на практике поэтому не приключайся устраивайся поудобнее мы начинаем почему же это важно но посмотрите вот и пусть им есть 0 станка да есть различные расстояние расстояние от нуля до станка на поверхности стало осевая коррекция инструмента длина инструмента расстояние поверхности стола до инструмента растения тура заготовки до текущего положения обработки в общем много 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 различных привязок которые конечно же вы не сможете реализовать если у вас не будут заданы так называемые 0 что это мы сейчас с вами рассмотрим какие же есть определение данных точек наших координат координатная система станка система координат станка является главной расчетной системой в рамках которые определяются предельные перемещения исполнительных органов станка а также их исходные текущее положение у различных станков щипову в зависимости от их типа и модели координатные системы располагаются по-разному начало отсчета этой системы координат находится в определенной производителем станка точки и не подлежит изменению пользователя . представляющая собой начало отсчета координатной системы станка называется нулем станка или 0 . из станка координатная система детали система координат детали является главной системой для программирования обработки и назначается чертежом или эскизом технологической документации Она имеет свои оси координат и свое начало отсчета, относительно которого определены все размеры детали и задаются координаты всех опорных точек контуров детали. Опорными точками в этом случае считаются точки начала, конца и пересечения или касания геометрических элементов детали, которые образуют ее контур и влияют на траекторию инструмента, на технологических переходах. Точка начала отсчета координатной системы детали называется нулем детали или нулевой точкой. Координатная система инструмента. Система координат инструмента предназначена для задания положения его режущей части относительно державки в момент обработки. Началом отсчета координатной системы инструмента является точкой, от которой начинается запрограммированное перемещение рабочего инструмента. Эта точка называется нулем инструмента или нулем обработки. Как правило, координаты нуля обработки задаются в координатной системе детали, но при этом координаты нуля обработки могут не совпадать с нулем детали. Какие же обозначения вы можете увидеть в картах наладки? Вот такие вот обозначения, то есть такая пиктограмма, буквенное обозначение. Это нулевая точка станка, исходная точка станка, нулевая точка заготовки, нулевая точка инструмента, точка установки инструмента, а также точка смены инструмента, если такое предусмотрено в вашем оборудовании. Давайте сейчас перейдем в эмулятор и посмотрим, как эти точки располагаются в живом оборудовании. Итак, вот мы с вами перешли в эмулятор. Как вы видите, здесь есть вот точка станка. В токарном станке обычно она совпадает с плоскостью установки патрона токарного. Далее идет точка, нулевая точка детали. Как вы видите, она идет в торце нашей заготовки. И существует, конечно же, определенная точка ноль инструмента. Давайте вот перейдем сюда. Здесь будет нам наиболее проще это все понимать. Смотрите, вот у нас идет, видите, точка, нулевая точка инструмента. И вот здесь, как вы можете видеть, есть привязка к режущей кромке. Есть две координаты Z и X. То есть уже задав программе вот эти координаты, вы сможете понимать, где находится вот эта вот ваша нулевая точка кромки. То есть вернее, нулевая точка инструмента. Как вы видите, вот можно изменять ее. То есть вылет инструмента может быть абсолютно разным. И, соответственно, вот эта координата будет плыть. Будет меняться, конечно, эта координата, если вы будете менять, какой-то ставить на другой режущий инструмент. Естественно, он будет иметь другие уже привязки и другие координаты, соответственно. Поэтому, смотрите, мы вернемся снова обратно, да, в отработку нашей программы. И вот видите, если мы возьмем, к примеру, вот эта кромочка, да, и дальше все координаты, которые отсчитываются, вот X, Z и Y, да, они будут уже вестись от этой нашей режущей кромки. Потому что вот эта привязка вылет у нас известен. И программа пишется уже чисто от нуля детали. То есть если нужно по X проточить, идет сюда, вот видите здесь, да, значение. Если по Z она сдвигается, сколько нужно проточить по длине. И, как вы понимаете, что вот эти координаты, X, Y, Z, они есть как для нуля станка, так и для нуля детали. И они позволяют нам писать, в принципе, управляющую программу. Давайте посмотрим, как эти ноль детали, ноль станка, ноль инструмента располагаются в фрезерном оборудовании ЧПУ. Итак, вот наш эмулятор фрезерного станка. Вы сейчас, наверное, скажете, о, блин, а крутая вещица, да. Смотрите, вот здесь есть ноль станка, так, ноль детали. Вернее, вот ноль станка, ноль детали, ноль инструмента. Как вы видите, здесь немножко все по-другому, потому что плоскости, естественно, здесь немного другие все перемещения, обработка немного по-другому идет. Ну, понятно, что ноль детали, обычно берется какой-то уголок вашей детали, который наиболее вам удобен для расчета управляющей программы. Тут идет ноль инструмента. Вы, опять же, ставите сюда какой-то инструмент, он определенно имеет вылет, этот инструмент. И далее уже привязка, вот это позволяет вам определить вашу край, край, так сказать, вашей режущей кромки инструмента. И тогда уже привязка ваша сработает достаточно точно. То есть, вот если брать, видите, фрезерный станочек, то можно привязаться к детали следующим образом. То есть, подводится, подводится щуп, да, устанавливается путем касания. Раз, коснулись. То есть, это вы ось Z подровняли. То есть, вы по высоте находите тот самый ноль детали. Ось Z у вас подровнялась. Сейчас ось X. Касание идет. Выровняли. И сейчас остается вам ось Y. То есть, вот это вот привязка. Коснулись. Все, ось и ваши привязаны, ноль найден. Можно загружать управляющую программу и производить обработку вашей детали. Кстати, вот этот эмулятор мы рассмотрим в одном из следующих видео более подробно. Поэтому не забывай подписаться, поставить лайк на это видео, поделиться с другом, чтобы он тоже не пропустил этот видос. Всем добра. Пока-пока.